МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Автотрагедия на трассе Сургут-Селихард унесла жизни трех человек. Губернатор Дмитрий Кобылкин ответил на неудобные вопросы. И Ямал готовится к эстафете Олимпийского огня. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в прямом эфире ОГТРК Ямал ответил на неудобные вопросы. Жители округа присылали их через интернет, задавали по телефону, часть обращений записаны на видео. Одна из главных тем, которая волнует население Ямала, уйдет ли губернатор в отставку? Слухи об этом в народе ходят давно. Люди обеспокоены. Под руководством Кобылкина у региона словно открылось второе дыхание. Растут темпы строительства и ввода жилья, объектов образования, спорта и здравоохранения. Видеть кого-то другого на посту главы автономии большинство жителей округа не хотят. Достался мне сегодня Ямал, да, я сегодня здесь. Завтра мне предложат какой-то другой регион. Я еще раз говорю, я солдат. Я не могу сказать президенту нет. Представляете, сколько людей сейчас напряглось после того, как произвели эту фразу. Я думаю, что вы это понимаете. Я не могу еще раз обманывать людей, население. Я сегодня делаю свою работу на территории Ямала-Ненецкого округа. Завтра мне скажет президент, Дмитрий Николаевич, ты идешь на выборы в 2015 году, в 2014 году. Все, я иду на выборы, тогда я ваш. Если вы голосуете за меня, тогда я там, соответственно, вы спросите, куда ты, Кобылкин собрался. Если вы голосуете за кого-то другого, ну это тоже вариант, значит, другой будет губернатор на территории. Это жизнь. Просто надо понимать, что это просто специфика той или иной профессии, отрасли. 26 октября на 347-м километре автодороги Сургут-Салехард произошла трагедия, в которой погибла семья из трех человек. Водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. Иномарка превратилась в груду искореженного железа. В машине ехала семья из Муравленка, 26-летний муж с женой и их дочь, которой не было еще и двух лет. Все они погибли на месте. Для того, чтобы извлечь тела погибших, из автомобиля понадобилась спецтехника. По словам водителя КамАЗа, он видел, как иномарку начало крутить на дороге. Он попытался уйти от столкновения, но ему помешали ограждения мостового перехода. Одной из причин совершения ДТП послужило то, что плохие погодные условия. В этот день был туман, и также отмечаются низкие сцепные качества дорожного полотна. То есть на дороге имелись образование наледи. Резина шипованная, водители-пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. В ночь с пятницы на субботу в Муравленко сгорел деревянный дом по адресу улица Школьная, 18. О возгорании на пульт пожарной охраны сообщили в час пятьдесят. Дом не являлся жилым. Однако при тушении огня из дома эвакуировали мужчину. Как он там оказался и не является ли он виновником происшествия, установит проверка. Сотрудники пожарной службы совместно с участковыми наносят визиты в квартиры людей, ведущих о социальный образ жизни. Цель работников МЧС – проверить условия противопожарной безопасности. В одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа. Жильцы проблемных квартир не всегда рады видеть у себя на пороге гостей в форме. Подойдите, пожалуйста, сигарету в жилье потушите. Подойдите, я вам просто расскажу, что можно делать в жилье, а что нельзя. С вами беседу пройдет ваш участковый, и мы уедем. И не будем с вами ругаться, хорошо? С хозяйкой этой квартиры пожарным пообщаться так и не удалось. Впрочем, по другим адресам, проверяющим, даже входную дверь в этот день никто не открыл. Дознаватель отдела надзорной деятельности Виктор Бакушин говорит, что это его не удивило. Как правило, конечно, скрывать не будем. Люди, как правило, стараются нам даже дверь больше сказать не открыть. То есть люди в своем маленьком мерку заперлись в своем пространстве. Не хотят никого слышать, не прислушаться никому, считая себя самыми грамотными и умными. Ну, стараемся. Бывает, открывать дверь, конечно. Ну, если приведем в процентовки, то и 100 процентов, процентов 5-10, конечно, дверь открывает, а большинство не открывает. Но мы на это, конечно, повлиять не можем. Мы не имеем права вторгаться в чужое. Сотрудники отдела надзорной деятельности не только проводят беседы с населением. Они проверяют квартиры и подъезды на соответствие всем нормам пожарной безопасности. Также проверяем чердачное пространство, подличное пространство, чтобы не создавалась личная пожарная нагрузка, чтобы, как мы знаем, наша молодежь любит, то есть не пренебрегает, в подъездах собирается. И, не дай бог, при неосторожном курении, то есть неосторожном причине с огнем, это не привело к какому-либо возгоранию. За две недели операции «Жилье» четверых горожан привлекли к административной ответственности. Двоих за захламление общедомовой территории, еще двоих за то, что не выключают электроплиту. Людям, которые идут антисоциальным образом жизни, они, будучи, пребывая в алкогольном опьянении, ставят что-либо на электроплиту, хотят подогреть, покушать, забывают, ложатся спать. Ну, впоследствии чего происходит подгорание пищи, это в лучшем случае соседи, кто-то дома, не на работе, почувствует запах гари, вызывает пожарную охрану. Если жильцы не открывают, то мы, ну, конечно, вынуждены скрыть дверь, ну и, так сказать, пресечь данное правонарушение. То есть включаем плиту, простыми словами, и данного гражданина я уже привлекаю к административной ответственности по части 1 статьи 20.4. К административного кодекса нашей Российской Федерации. Сумма штрафа за нарушение пожарной безопасности составляет от полутора до трех тысяч рублей. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, новости нашего города. Муравленко, территория здоровья. Под таким названием прошла научно-практическая конференция, которую приурочили к 30-летию городской системы здравоохранения. Научно-практическая конференция собрала полный зал Дома культуры Украины. Здесь представители всех бюджетных учреждений города. Как сказал глава администрации Александр Подорога, звание Муравленко, территория здоровья, надо заслужить. Сегодня мы с вами говорим о том, что Муравленко – это территория здоровья. Это название, оно дается с таким большим авансом. Мы, наверное, все понимаем, о чем идет речь. И когда мы говорим о том, что Муравленко – это территория здоровья, это очень хороший побудительный стимул к тому, чтобы действовать. Север здоровья не прибавляет, констатировал городоначальник, поэтому люди нуждаются в полноценном медицинском обслуживании. Условия для этого в городе есть, но все же профилактике заболеваний надо уделять особое внимание. Вряд ли в зале найдется человек, который не имеет представления о том, что такое здоровый образ жизни. Не имеет представления о вредных привычках и их каких-то очень печальных последствиях. Но вместе с тем жизнь, практика показывают, что мы очень редко руководствуемся этими знаниями и непосредственно применяем их в жизни. Главврач городской больницы Олег Казаков подтверждает, что здоровье человека прежде всего зависит от его образа жизни, а экология и наследственность вторичны. В городе очень высокий уровень смертности трудоспособного населения. И с каждым годом этот показатель растет. Но врачи заявляют, возможности для оказания помощи есть. В больнице действует отделение восстановительного лечения. Основные направления работы отделения это реабилитация после перенесенных болезней, травм, профилактическое лечение и дневной стационар, где у нас существует 18 коек, они работают две смены. Евгений Дегтяренко, Вадим Братчик, новости нашего города. Ямал готовится к эстафете Олимпийского огня. Напомню, она стартовала 7 октября и продлится 123 дня, охватив все регионы России. На Ямал Олимпийский огонь прибудет 4 ноября в Новый Уренгой. Затем его доставят в окружную столицу Салихард. Окончательное число факелоносцев от нашего региона пока неизвестно. Но точно ясно, что одним из них станет спасатель из Ноябрьска Александр Шохерев. Олимпийский огонь зажгут в Сочи 7 февраля 2014 года на стадионе Фишт. Это ознаменует начало 22-х Олимпийских зимних игр. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать. А иначе он сорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылетает из теленок. И теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится. Если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Каждый новенький ребенок. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 29 октября в Салехарде минус 5, ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. В ноябрьске 6 градусов мороза, юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Муравленко 29 октября минус 5, ветер юго-западный до 4 метров в секунду.